Уже представленная Skoda Octavia RS iV сменила концепцию. Теперь это подключаемый гибрид. Он оснащен бензиновым турбомотором и шестиступенчатым преселективом, в который встроен электромотор. Впрочем, выдержав паузу, чешская марка все же сделала RS-ку без гибридной надстройки. И это хорошо. Ведь тяжелый электрический довесок здорово замедлил машину, а также отнял весомую часть багажника. По традиции, шкодовцы заготовили бензиновые и дизельные варианты, для каждого из которых доступны два типа кузова — лифтбэк и универсал. Двухлитровая бензиновая турбочетверка развивает те же 245 сил, что и раньше. С набором трансмиссий тоже никаких сюрпризов. На выбор имеются шестиступенчатая механика и семиступенчатый преселектив, но привод только передний. А вот для турбодизеля возможность заказать полный привод сохранилась. Плюс дизельный вариант стал заметно мощнее. Так что Octavia на солярке выглядит очень интересно. Единственный ее минус — отсутствие ручной коробки. В отличие от гибрида, где под днищем висит тяговая батарея, бензиновые и дизельные резки отличаются заниженным на полтора сантиметра клиренсом. Сама подвеска была перенастроена на драйверский лад. Продолжает список особенностей. Рулевой механизм с переменным отношением, мощные тормоза и большие колеса на 18 или 19 дюймов. Обновление флагманского седана Lexus LS практически не сказалось на дизайне. Светодиодная оптика работает по технологии Blade Scan. Такая уже опробована на рестайлинговых кроссоверах Lexus RX, а суть ее — в быстром вращении зеркал, которые формируют адаптивный световой пучок. 12-дюймовый экран мультимедиа сенсорный, поэтому уже не утоплен в панель, а выставлен на показ. Новый комплект электронных помощников Lexus T-Mate приходит на смену старой системе Safety Sense Plus. По сути, это адаптивный круиз-контроль с удержанием в полосе. Электроника умеет перестраиваться, обгонять, самостоятельно парковаться. Кроме того, седан улучшил шумоизоляцию. Переписан управляющий софт-трансмиссии, перекалиброваны амортизаторы. Двигатели, впрочем, остались прежними. Во всяком случае, в Японии, где продажи стартуют в конце года.